Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире ПЛНФМ программа про право. Я и ведущая Анна Здановская. Программа, в которой мы учимся отстаивать свои права и разбираемся в тонкостях законодательства. Сегодня хотелось бы поговорить о так называемой гаражной амнистии. И начать, наверное, я бы хотела прежде всего с проблематики. В настоящее время большое количество гаражей по всей стране существует неофициально. То есть не оформлено в установленном законном порядке. Что позволяет, не позволяет их владельцам защитить свои права, а именно распоряжаться, как они хотят ими. Например, продавать, иным способом отчуждать, передавать по наследству. Что вызывает также ряд других проблем с эксплуатацией. На сегодняшний день фактически не определены собственники значительного количества гаражей. Не установлены лица, ответственные за их содержание и эксплуатацию. В том числе это влияет и на безопасность населения. В Российской Федерации немало прецедентов, когда власти изымают землю гаражных кооперативов и отдельных гаражных построек под застройку. Как правило, это застройка жилых домов. У фактических владельцев гаражей, поскольку нет никаких документов, подтверждающих право собственности. Ввиду чего компенсация выплачивается в таких ситуациях не всегда. И, собственно говоря, вполне законно, поскольку землю под кооперативы раздавали еще в советские времена. Часто это делали предприятия. Каких-либо документов об этом либо вообще не было, либо не осталось на сегодняшний день. Ну и, соответственно, со вступлением в силу так называемой гаражной амнистии просто так отобрать землю будет проблематично. Значит, одной из существенных проблем являются трудности с регистрацией права собственности членов гаражно-строительных кооперативов на гараже. Как правило, это вызвано отсутствием, еще раз повторимся, документов о предоставлении земельных участков для строительства гаражей, ну и на сами, соответственно, гаражи. Проблема с легализацией гаражных строений давно назрела. Ну и в законодательстве, однако, не было документа, который бы регламентировал, каким образом это можно было бы произвести. Ну и, соответственно, со вступлением так называемой гаражной амнистии, соответственно, этот вопрос был урегулирован. В Российской Федерации действует уже несколько так называемых амнистий, которые позволяют оформить собственность дома, земельные участки без значительных затрат и сбора документов. Амнистии называют упрощенный порядок регистрации прав на такие объекты. Ну и, соответственно, еще одна, которая появилась, это так называемая гаражная. Закон заработал 1 сентября 2021 года. Ну и, соответственно, был урегламентирован упрощенный порядок оформления права собственности на землю под гаражом. При этом собственник гаража получает эту землю бесплатно. Он не выкупает ее у государства или униципалитета, а просто оформляет на свое имя или становится арендатором. Гаражная амнистия, как я еще раз говорю, действует с 1 сентября 2021 года по 1 сентября 2026 года. Ну, официально пока такой срок. Ну, вероятно, он может быть продлен, как это было сделано в иных амнистиях, которые существуют. Выгода владельцев в том, что они могут узаконить свою недвижимость, а потом распорядиться, ей продать, подарить, оставить наследство и не бояться сноса. А если земля понадобится государству, то, соответственно, для, например, строительства дороги или жилья, как это бывает на практике, собственники могут получить, соответственно, за данные земли компенсацию в соответствующем порядке. Выгода государства при этом также имеется, это миллионы неузаконенных объектов будут стоять на учете, и на них можно будет начислять налоги на землю и на имущество. Это важно также для благоустройства, зачастую непонятно, кому принадлежат гаражи и кто несет за них ответственность, за порядок на территории, ну и опять же еще раз за безопасность данных сооружений. Ну, хотелось бы оговориться, кто может использовать данную, воспользоваться правом данную. Данную гаражную амнистию могут использовать владельцы гаражей и их наследники, ну и последующие покупатели. Закон подходит не всем владельцам гаражей с неоформленными правами на участке. Например, варианты, когда можно использовать гаражную амнистию. Это участок для гаража был предоставлен какой-то организации, выделен еще каким-то способом, и право возникло по другим основаниям. Далее, этот участок образован на общей территории гражданского кооператива для размещения гаражей и выделен владельцу гаража. Основное условие, которое должно быть соблюдено, это гараж на этом участке является объектом капитального строительства. Но это еще одна, это один момент, а второй то, что построен должен быть гараж до 30 декабря 2004 года. Если гараж построен позже, амнистия на него, на такие объекты не распространяется. Важна именно дата строительства, на что стоит обратить внимание. Если есть какие-то документы, то мы обращаем внимание именно на дату строительства данного гаража, а не на дату приобретения. То есть, например, если это было получено в наследство и так далее, например, даже до конца 2004 года. Но, тем не менее, здесь все-таки определяющий это дата строительства. Значит, такое ограничение связано с тем, что потом вступил в силу градостроительный кодекс с регистрацией права собственности. Все прояснилось. Ну, гараж, построили гараж, ну и, соответственно, оформили на него право. Гараж может быть отдельно стоящим или имеет общие стены, крыши, фундамент с другими гаражами. Тоже это важный аспект. Какие гаражи не подпадают под амнистию? Упрощенный порядок приватизации земли и регистрации объекта не касаются так называемых гаражей-ракушек. Это такие разборные металлические гаражи, которые обычно находятся не на территории кооперативов, они точно не капитальные. При желании и необходимости данный гараж, ракушку можно перевезти, то есть он на другое место, например, на дачу. Дальше это не касается пристроек к другим объектам, не получится узаконить землю под гаражом, который пристроен к дому, к магазину, к иному зданию, сооружению, например, к зданию автосервиса. Таких много гаражей. Также не распространяются гаражи в многоквартирных домах и под землей. И также это не касается самовольных построек под снос. Если не соблюдаются другие условия амнистии, гараж построен после 2004 года и нет подтверждения права на объект, узаконить участок не получится даже под капитальным строительством. Как оформить право на землю и гараж по амнистии? Начать нужно с того, что для оформления достаточно заявления о предоставлении земельного участка. К нему нужно будет приложить документы, которые подтверждают выделение земли, законное строительство гаража и его добросовестное использование до 2004 года включительно. Также необходимо будет предоставить документ о предоставлении земли гаражному кооперативу, решение общего собрания или выписку с ЕГРУЛ об этой организации. Опять же, мы оговоримся, что все-таки, поскольку большинство гаражей выдавалось в советские времена, в советские времена такие, например, выписки, их, естественно, не было, соответственно, таких документов может не быть. Поэтому можно представить документы о кооперативе, ну и, например, если у вас они не сохранились, то, может быть, по аналогии представить документы о кооперативе может кто-то, ну, один из его членов, чтобы доказать. Схема расположения участка на кадастровом плане, если не было межевания, и также технический план гаража. У покупателей или наследников может не быть документ о выделении земли, особенно если это происходило, там, 30 или 50 лет назад. Тогда подойдет какое-то подтверждение использования данного объекта. Например, это договоры с электросетями, квитанции по оплате коммунальных услуг, документы о технической инвентаризации. Но если мы говорим по технической инвентаризации, то они должны быть датированы до 2013 года. Документы можно подавать в органы местного самоуправления, которые занимаются учетом объектов, ну, либо в МФЦ по общему правилу. В этом случае госпошины не будет, власти сами передадут документы в Росреестр, соответственно, для регистрации прав. Если обращаться в данные органы самостоятельно, то, соответственно, необходимо будет уплатить государственную пошлину. Постановка участка на кадастровый учет и регистрация права на землю и гараж произойдет одновременно. На все процедуры уйдет около 20 рабочих дней, но это по общему правилу. Время, соответственно, может быть увеличено либо уменьшено. Например, хотелось бы еще поговорить про закон, что еще этот закон урегулировал, кроме оформления права на участок и гараж. Есть еще и такие нормы, что если до 1 сентября 2021 года построенный узаконенный гараж оформлен как гаражный бокс, он также признается гаражом. Это важно в том числе и для налогов, и в этом случае ничего делать не нужно будет. К схему размещения гаражей власти должны предусматривать участки для стоянки и гаражи для людей с инвалидностью. Места возле дома, например, выделяются бесплатно, и в первую очередь, и в том числе, как и пострадавшим из-за аварии на ЧАЭС. Если участок по амнистии будет предоставлен в аренду, плата за него может быть больше земельного налога. Одноэтажные гаражи при этом с общими стенами и крышей признаются отдельными зданиями. Но, к сожалению, поскольку новый закон и относительно новый, не выясненными, остались еще ряд вопросов. Например, как быть с двухэтажными гаражами, если на гараже первого этажа и второго разные владельцы. Непонятно, что будет с владельцами подъезда в гаражах, и что делать, если, например, никаких вообще документов не сохранилось. То есть эти вопросы, к сожалению, не урегулированы на сегодняшний день, и могут быть ряд спорных ситуаций. Но в любом случае, когда мы начинаем инициировать вопрос с узакониванием гаража, вот о чем стоит подумать заранее. Где документы о выделении участка и о гаражном кооперативе, у кого могут быть квитанции на оплату коммунальных платежей за гараж, какие планы на гараж и землю у других, например, наследников, если мы говорим о наследственном имуществе, как смотрят на регистрацию прав супруга, соответственно, это тоже важно, поскольку если гараж регистрируется, то это уже будет совместная собственность супругов. И что думают об оформлении, например, соседей по гаражному кооперативу. То есть такие вопросы важно учесть. Поэтому если возникают какие-то спорные вопросы, ну, соответственно, со сложностью, наверное, так скажем, предоставления каких-либо документов или их отсутствия, ну, конечно, все споры мы можем решать в суде, доказывая факт владения данным гаражом. Данным гаражом с такого-то времени, ну, тут уже возможно подтверждение каких-то фактов свидетельскими показаниями либо документами, которые имеются у других людей, которые также, например, могут быть собственниками гаражей или владельцами гаражей в том же гаражном кооперативе и прочее. Поэтому тут, как бы, есть всегда возможность, ну, как я вижу, доказать свою правоту и доказать то, что данный гараж вам принадлежит, и вы им владеете там на протяжении определенного времени. Данные сведения могут быть необходимы, в частности, для того, чтобы предоставить их для регистрации. Напоминаю, что сегодня мы поговорили про гаражную амнистию. Я напоминаю, что в эфире ПЛНФМ, программа «Про право». Я ее ведущая Анна Сдановская. До новых встреч!